На сегодняшний день будем говорить, что у нас сезон посадки на вот этих деревьях заканчивается. Заканчивается почему? Потому что деревья уже кинули листву. В связи даже с этой эпидемией мы сработали в этом году, я считаю, неплохо. Высадили порядка 800 деревьев крупномеров, то есть это закрытой корневой системой, деревьям которым до 10 лет. Высадка была во всех частях города, чтобы я вам не перечислял, начиная от центра, заканчивая Таирово и поселком Котовского. В то же время, на сей момент, мы закончили высадку, посадку весенних цветов. То есть основные клумбы города, первое было это до 10 апреля высажены, к дню освобождения города Одессы, когда мы праздновали, высадили весенники. Весенников у нас на предприятии выращено порядка 250 штук, высадили порядка 200 тысяч. Но 50 тысяч остается на семена, которые дальше будем собирать и дальше, если надо, будет на ремонт. После цветения весенников, это где-то будет, сегодня у нас май, но где-то начало июня, мы перейдем на высадку летников. Всего предприятия планируют, ну она ежегодно, в принципе, одна и даже количество, это порядка миллиона растений выращиваются. Это грошечные, это рассада летних цветов, это герании, петуньи, тагетисы. После завершения цветения весенников приступаем к высадке летников. Их где-то будет порядка 600 тысяч, где-то вот так мы планировали высадить. В то же время, где-то я не знаю, сейчас я посмотрю, может завтра, послезавтра мы готовим уже вазы, вазы подвесные. Уже часть ваз готова, начнем с центра города. Это будет Думская площадь, сюда театралка высадим. И дальше обычные места, это проспект Гарина, Ивановский мост, высадим подвесные вазы. У нас их где-то будет заготовлено порядка 230 штук. Мы высадили крупномеров порядка 800 штук, да, мелких, я могу ошибаться, где-то тоже, ну, где-то моют 1200, но это мелкие, высаживались в парках, скверах, вместе с общественниками. Сегодня мы тоже им помогаем много, высадили на побережье, помогаем, даем машину. Вот на субботу не попросили, мы не отказываем, пускай люди ухаживают, пускай деревья проживаются. Кустов, сейчас скажу, смотрите, только вот эти зеленые туннели по Авидеопольской дороге, мы отремонтировали часть Адмиральского проспекта и от 4 до 5 сделали тоже. Это порядка 5000 кустов. На этом не будем останавливаться. На осень планируем там же самое с другой стороны от 4 до 5 тоже высадить часть деревьев, посносить эти старые сухари, посадить новые деревья и так же самое сделают зеленые туннели, где ходят трамвай. Если говорить об этих деревьях, какая их особенность, почему вы не знаете? Особенность какая, смотрите, мы подобрали такие деревья, чтобы они не очень большие были, да, это дерево вырастет, ну, максимум до 5 метров, да, будет разрастаться крона, называется рябина европейская, очень красиво, осенью будут красные плоды. Выбрали из-за того, что невысокие, чтобы не затенял фасад отреставрированного дома. Ну и так, деревья тоже, это 10-летние деревья, они выращены на нашем питомнике, дерево комированное. Надеюсь, будем ухаживать, все должно прижиться и радовать одесситов. А в Одессе есть уже где-то такие деревья? Есть, конечно, если вы сейчас повернетесь на 360 градусов, то перед вами растет рябина, только эта рябина европейская, а напротив рябина шведская. Спасибо большое. В парке Победы много высадили.